всем привет друзья и гости канала перед вами один из красивейших филадендронов розовая принцесса но кого может оставить равнодушным такой окрас вы посмотрите какая яркость какие цвета тут и цветение не нужно есть такие декоративно-лиственные растения которые краше любых цветов вы посмотрите какой сорт нравится по моему совершенно любому человеку кому не покажешь это растение я выращивала для себя специально разгоняла до крупного листа и разгоняла до толстого ствола чтобы как можно дольше это растение стояла и на данный момент здесь стволик ну практически в пальчик но речь у нас с вами будет не об этом растении а о дочке этого растения или ближайшей родственницы вот смотрите на этом же пне выросла вот это растение смотрите неплохие данные пол листочка с варегатностью очень хороший данную этого пенечка и вот такая детка вот она детка совершенно практически зеленая вот и этот листочек тоже без пестроты вот она вся деткам над моей рукой вот чуть-чуть тут вот в сполах есть да конечно пестрота есть где-то в генетике но она так глубоко запрятана что на данный момент не видно вот так друзья не могу сказать что этот черенок потерял варегатность не могу сказать что он никогда не будет вот таким красивым ярким но на данный момент выглядит не очень привлекательно правда я долго ждала когда выдаст хоть какой-нибудь яркий листочек чтобы видно было какому сорту принадлежит этот черенок но не дождалась и вот уже дошли мы до того что пошли огромные листья растение заваливается но листа яркого нет и вот этот новый сформированный я подозреваю что тоже без ярких особо пятен не видно пока он свернут и ничего не видно может потом увидим в любом случае надо снимать эту детку но все уже падает тяжело уже пенечку и и держать вот чем с вами сегодня займемся может быть и такое растение кому-нибудь пристрою в общем поживем увидим а сегодня мы займемся размножением ох уж эти варегатные растениям поэтому они и стоят дорого успех увидеть то так раз который нравится ну примерно 50 процентов я уже показывала на примере борли макса тоже 50 процентов 50 на 50 сортовое варегатные и всякие зелененькие побеги вот такой остался пенечек маленький пусть заново растит нам детку может быть выйдет на этот раз более ярко потому что пенек очень яркий вот отсюда взята вот эта генетика видите вот он опять половинчатый лист нет сорт хороший сорт и черенок удачный ну вот почему-то у нас такая получилась детка вообще растение само по себе очень неприхотливая и мы с вами будем укоренять его в этот раз просто в воде я уже и сперлить и пробовала и в воде и так и сяк и по всякому получается вообще замечательный сорт дороговатый да мне вообще обошелся в бешеную сумму даже даже говорить стыдно в какую сумму он не обошелся я уже сколько череночков продавала она мне даже не окупается в общем цветоводство такое дело для увлеченных и не всегда далеко не всегда выгодные снимаю нижние листья потому что у нас здесь будет развиваться корневая да все равно не какие-то маленькие особо красоты в них нету и пестроты совсем нету вот вот такая часть стволика у нас освободилась обрабатываю перекисью водорода срез обрабатываю здесь и обрабатываю на пенечки на пенечки очень важно потому что здесь у нас растение живое здесь активно идет сокодвижение и пока водичка вот здесь вот стоит пенек расти не продолжит поэтому вот тут следить бывает даже несколько раз нужно обработать но принцесску такую вот скромницу принцесску я просушу и поставлю в воду и в ближайшем времени мы с вами увидимся и узнаем как скоро появятся корни смотрите что я заметила сок то у нее фиолетовый да какой насыщенный цвет видно вам вот пальцем не окрасил у филодендра на расписной леди там малиновый сок такой тоже я вам как-то показывал на ладошке а тут прям фиолетовый как чернила интересно да почему то я раньше не замечала ну и все мы с вами расстаемся на несколько секунд для меня несколько дней не переключайтесь и снова всем привет прошло 16 дней и как видите наша принцесса за это время покрасивела вот так друзья ждать ухаживать и наблюдать вот так вот и дождемся красивой пестроты и варигатности у растений что угодно может спровоцировать проявление пестрых листочков это выпал черенок от сингониума эритрофилума он практически черный а обратная сторона листьев красная но мы с вами поговорим о нем в другом видео это будет совсем другая история это вам небольшой такой спойлер на будущее так вернемся к принцессе смотрите какой лист она обязательно будет красивая как же иначе с такой-то яркой мамой как же иначе просто нужно дождаться умничка вообще пока стояла в воде вырастила и даже развернула лист замечательный очень крепкий сорт и вот такие хорошие корни можно было бы и сажать раньше но как-то у меня руки не дошли до нее то одно то другое нужно сделать грунт для филодендрона быстренько напомню потому что говорю о нем часто и наверное уже даже кому-то надоело грунт для филодендрона должен быть слабо кислым для этого к универсальному грунту добавляют торф верховой он имеет кислый уровень ph около трех и поэтому создает ту самую нужную среду подходящую для усвоения питательных веществ именно филодендрона вот эта кислотность очень важно это как ключик замочку для усвоения питательных веществ каждым конкретным растением плюс филодендрона нужно хорошая воздухопроницаемость в грунте да и не только филодендрона это стимулирует развитие аэробной микрофлоры и подавляет соответственно развитие анаэробный поэтому так важны разрыхлители и мои любимые это керамзит обожженная глина который спустя годы не меняет свою структуру вот такие шарики и циолит это совсем мелкие вкрапления я приобретаю под названием наполнитель для котиков барсик стандарт зеленая упаковка именно такой не разлагается и не рассыпается при намокании и так стаканчик я подобрала вот такой и уже расположила дренаж стаканчик попался без отверстий для меня это даже плюс друзья я постоянно говорю что выращиваю свои растения без дренажных отверстий они мне только мешают сейчас объясню до дыхание корням нужно и воздушные карманы нужны но в них должна быть стопроцентная влажность но представьте себе ситуацию когда в грунте поступает свежий воздух до такой ситуации не бывает в земле до рыхлость нужна но влажность не должна падать в этих воздушных карманов иначе погибают корни поэтому обеспечиваю воздушные карманы дренажом они отверстиями и растение мне за это только благодарны ну и чтобы не быть голословной давайте возьмем вот эту мамочку филодендра большой который я себе оставляю и буду выращивать очень крупным ну цель у меня такая вырастить мощную розовую принцессу вот смотрите корневая система живущая без дренажных отверстий воздуха тут полно вот это все воздух вот он вот он воздух и там на дне уголь перлит попал потому что этот черенок укоренялся у меня в перлите здесь очень много воздушных пространств и вот какая корневая вот она стелется растет во все стороны по всему периметру вот такая огромная корневая замечательные корешки разве это растение похоже на какое-то страдающее какой торгар какой окрас в общем у каждого друзья знаете вот наверное свой подход но если не нравится вам например неудобно растите в закрытой системе делайте как удобно как понятно ведь это очень важно понимать как ухаживать за растением я понимаю и с отверстиями и без отверстий но пришла к выводу что все-таки мне без отверстий выращивать удобней корни так никогда не пересохнут растение если даже когда-то там мало полила или жара лето вот скоро наступит опять же корни никогда не пересохнут и не погибнут мне такой способ надежней и по размеру вот так вот смотрите подходит идеально значит так и посадим готова моя принцесска смотрите какая хорошенько вот такая посадка и дренаж у нас тут и вот они воздушные пространства все есть вот уголек черный вот он это же вокруг него воздушные пространства дыханию корневой системы обеспечена чтобы не падала поставлю вот в такое кашпо потому что очень крупный получился кустик сразу ну долго я ждала яркого листочка так вышло и вот он в процессе укоренением все-таки надумал проявиться хорошенько мы мои две теперь такие девочки яркие будут стоять ну конечно мне столько растений не нужно поэтому могу с кем-нибудь поделиться дальше и это ведь еще не все тут у меня есть вот такие черенки это эпипремном неон который никак не обретет свой горшок сажаю не хочет расти переукореняю заново отличный дает корни вот как это называется это называется какое-то безобразие просто и у этого черенка тоже самое аналогичная история в грунте не растет срезаю переукореняю вот они замечательные корни это же с вами сегодня посадим раз уж я взялась за это дело посадочное вот такой горшочек точнее тоже стаканчик но вместе с кашпо здесь также размещаю дренаж хороший такой дренаж уголек крупный керамзит кстати керамзит купила в строительном магазине в большом объеме по 4 рубля за литр замечательная цена и буду теперь в миксе использовать в качестве дренажа керамзит также очень хорошо подходит для этой роли так как материал не разлагающийся и вместе с углем как раз будет давать тот самый эффект и антисептические и воздушные пространства для развития аэробной микрофлоры давайте посадим и этих малышей и готово оба растения уже полила той водой в которой они укоренялись это очень хорошо потому что вода уже содержит какую-то микрофлору которые сжилась с этими корнями которые перерабатывают питательные вещества форму удобную для усвоения это очень хорошо если в новом грунте растения встретят тоже самую микрофлору это облегчает освоение в новом горшочке полила очень обильно смотрите нет конечно не полный горшочек получается что промочилась у дна ну а дальше влага распределиться сама по капиллярам грунта это замечательно происходит самостоятельно до верху конечно же не нужно наливать вот такие два новых растения сегодня у нас сформировались и решила вам показать материнское растение от вот этого черенка а тут так сразу и непонятно кто же это такой посмотрите какой замечательный куст мы с вами формировали этот эпипремном вместе и посажен куст на 7 черенков посмотрите какая красота совсем молоденький кустик тронулись в рост все семь точек роста и вот здесь можно видеть совершенно новые листочки которые только открываются такая красота мне очень нравится растение после омоложения они такие пушистенькие сразу начинают расти в разные стороны куст становится таким ярким пышным все листочки они когда новые они блестят яркие я очень люблю свои растения после омоложения и периодически приходится проводить эту процедуру и нет друзья мне не жалко расчеренковывать свои растения потому что потом я получаю вот такую красоту и это будет конечно ли она в будущем и возможно вырастет до метра примерно ну а затем будет у нас снова омоложение потому что вот такая мощь на 7 черенков да еще если каждый вырастет по метру вы представляете сколько займет место да конечно это красиво но на соседей залезать нехорошо а он залезет да именно так в этом году у меня и получилось очень нравится вот этот салатовый цвет вот каждое растение прекрасно по-своему принцессы розовым цветом а вот такие растения салатовый своим жизнерадостным таким весенним сочным цветом вот так вот друзья мы сегодня с вами сформировали два новых кустика добавили еще немного красоты и красок а у меня на сегодня все я вас благодарю за внимание за вашу дружбу лайки напоминаю что у нас есть группа вконтакте где вы можете смотреть видео например на дзен или рутуб также фотографии всех моих растений я там фотоальбоме размещаю интересные фотографии конечно же там чуть чуть больше возможности меняться информации также вы можете показывать своих зеленых питомцев так что кто заинтересовался переходите по ссылке под видео если ссылка не открывается продублирую в комментарии youtube иногда блокирует под видео почему-то а у меня на сегодня все благодарю вас за внимание желаю вам всего-всего самого хорошего удачи успехов во всем пусть у вас будет хорошо и пока пока до скорых встреч увидимся